Напомню, округ продолжает отмечать один из самых колоритных национальных праздников. День оленя 2 августа гостей встречали в СПК Харп. Спецрейсом в стойбище прилетели представители администрации региона, журналисты и самодеятельный коллектив из Тельвиски. По традиции в этот день оленеводы собираются вместе не только, чтобы отметить праздник, но и для того, чтобы вместе решить производственные задачи и наметить планы на будущее. Поздравить с профессиональным праздником оленеводов Харпа приехали финские партнеры. В интервью нашей съемочной группе зарубежные гости заявили о намерении продолжать сотрудничество с Ненинским округом. Харри Покко владелец завода по переработке оленьих шкур вблизи финского города Ровниями. Именно туда после забоя СПК отправляет сырье, которое раньше просто выбрасывалось. Только за этот год финны закупили в округе 14 тысяч оленьих шкур. Это почти в 6 раз больше, чем годом ранее. И это только начало. В планах у переработчика увеличить объемы экспорта. В идеале мы хотели бы выйти на объем в 100 тысяч шкур из трех регионов России, с которыми сотрудничаем. Мурманской областью, Республикой Коми и Ненинским автономным округом. В Ненинском округе Харп стал первым хозяйством, которое перешло на европейские стандарты работы. Идея переработки сырья родилась в 2013 году в Ассоциации ЕСАВЭЙ. В короткие сроки был найден зарубежный партнер и получено первичное финансирование от программы «Калартик. Приграничное сотрудничество». В Харпе внедрили новую технологию засолки сырья в специальном барабане. После засолки и упаковки шкуры транспортируются в Финляндию. Для округа такой опыт не в новинку, признается заместитель председателя Игорь Литков. Если честно говорить, то есть эти технологии все старые, которые мы давно уже все забыли. В Советском Союзе, когда мы работали, в период советских времен, мы все занимались этими шкурами. Отправляли на Синегорию, в Коми и СССР. Поэтому нам это все не ново. Благодаря международному проекту сегодня Харп получает дополнительные доходы. За счет этих средств СПК приобрел шведское оборудование. Линию убоя, лебедки приобрели все то, что не выпускается в России. Теперь производственные показатели кооператива будут только увеличиваться. Сегодня в СПК работает 124 человека. 61 занят непосредственного линеводствия. Вопрос с кадрами для СПК пока не стоит остро. Проблема в другом. С улыбкой говорит зампредседателя кооператива. Не идут нам молодые девушки. В большинство случаев, значит, линеводы у нас холостые. Что не позволяет постоянно молодому человеку находиться в тундре. Ему хочется все же тепла, уюта. А кто создает уют? Женщина. И в этот день уют в стойбище создавала женщина. К встрече многочисленных гостей все было готово. Поздравить дружеников тундры также приехали представители региональной власти и творческий коллектив из Тельвиски. В стойбище прошли традиционные спортивные состязания по национальным видам спорта и гонки на оленьих упряжках. Лучших спортсменов ждали награды. А самым главным событием празднования стало честование победителей отраслевых, производственных соревнований среди оленеводческих хозяйств. По итогам Харп стал третьим. Это сертификат на 200 тысяч рублей. Николай Петрович, прошу получить. Кроме того, одна из бригад СПК Харп стала третьей в соревнованиях среди оленеводческих бригад. За это она также получила денежную премию.